Продолжение следует... 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 к социальным подрядам тех караванников, которые приезжают из Европы в Россию. Соответственно, это уже в основном пенсионный возраст, хотя последние 2-3 года караванников в Европе молодеют, приезжают больше молодых семей с детьми. У них растет покупательную способность, они покупают либо свои товары, либо берут в аренду и дешевают по России. То есть средний возраст – это 1647 лет, и те люди, у которых таков выше полутора тысячи евро в месяц. В основном пенсионеры, чем еще интересны пенсионеры, они имеют стабильные, соответственно, постоянные документы для своих накоплений, и они не ограничены во времени. То есть туры на 30 дней – это то, чем их можно загрузить. Они не временные, не работают, не сокращивают именно его отпуска. Соответственно, почему именно еще дальше общество путешествий? По статистике, длительные путешествия, которые управляются только в 23% караванах Европы. Тоже поездка та же самая вот в Крым, потому что Словакия ездила, и туда обратно получилось почти 6 тысяч километров. Плюс им надо было залезать 6500 километров от Словакии, и урок границ России, ну, 3000 километров, извините. Поэтому общий параметр тоже достаточно применительно, тем более, если мы поговорим, что в среднем возрасте – это почти пожилые люди. Поэтому вот эти все отмечения, которые позволяют нам говорить, что европейская часть будет тем более популярна в ближайшие годы. Теперь статистику, которую вчера европейские коллеги уже представляли – это почти 5 миллионов, более 5 миллионов с одного прицепа каравана, зарегистрированного в Европе – это тот потенциал, который существует сейчас в Европе. С учетом того, что рост продажа в 15-40%, сейчас в последние годы мы понимаем, что парк обновляется, значит, новый этот дом может себе позволить быстрее приехать на дальние стояния. Из полных путешествий пишут люди на поддомах, и, соответственно, мы в ЭРДС за 18-м годы видим, что это более 2 миллионов поддомов, даже если мы возьмем 21%, как же я уже говорил, то есть, соответственно, полмиллиона поддомов – это потенциально, которые готовы приехать, и даже если 1% от полмиллиона реально принять в России, это будет очень хороший поток. Ну, соответственно, вот эта вот статистика, которую уже многие видели по росту продаж, в том числе и с 2020-го года, и в складе специально сделано, чтобы показать, что пандемия никак не отразилась на, соответственно, на рынке поддомов, ну, в смысле, отразилась только в положительную сторону. Теперь о том, кто приезжает. Существует более 15 кодемных операторов в Европе, которые возятся уже сюда. Каждый оператор делает примерно по 3-4 тура, размер групп от 10 до 20 лет в домов. Вчера выступал наш друг из Италии или Люка, он подробно рассказал о своих турах, как все происходит по Европе и по России. Соответственно, вот здесь дальше еще немецкий и итальянский. Я специально выбирал слайды с маршрутами, чтобы было видно действительно все, как делать путешествие. Вот классический набор немецких маршрутов. Мы видим дальше, здесь они прекрасно комбинируют золотое кольцо и северное жерелье. Вот. И делают подобные маршруты. То есть, даже мы сейчас возьмем рынок, мы считаем, что примерно 600 семей, 600, да, 600 семей въезжают на территорию России. Каждый в среднем округ тратит примерно где-то 3-4 тысячи евро. Поэтому умножить эту количество денег, поймите, какой денежный поток въезжает даже с этим небольшим количеством. Вот. И, соответственно, проблемы, наши предложения, что не хватает, чтобы сдерживать поток. Первое, насколько о чем говорили уже многие коллеги, это информационное, на отсутствие информации. Все маршруты, которые сейчас катают иностранцы, это старые маршруты, которые они сделали в инфляционном формате. Приехали там 2-3 представители от туроператора, посмотрели, что в России есть. Эти маршруты они делали 10 лет назад. За 10 лет инфраструктура изменилась. И многие знают, что счет новые хорошие оборудованные техники, новые направления туристические. Поэтому донести эту информацию, готовить новые техники, это цель наша с вами совместная. Ну и, соответственно, передорожная инфраструктура. Здесь уже диалог есть. И СГК, и Дорус Роспатодор, есть возможность улучшить эту инфраструктуру тоже также в ближайшие 2 года. И вот единый информационный портал, мобильное приложение, куда необходимо, то, что нужно сделать тоже в ближайшие годы. Соответственно, как выдаётся информация в многих своих презентациях, и я тоже не исключение. Классический маршрут, немецкая дерматическая дорога. Здесь сразу на главный сайт мы видим, что есть специальный раздел внизу, кепельные и кепельные стоянки. Соответственно, протяженность маршрута 460 км, 29 малых городов исторических Германий. На 29 городов на этом маршруте существует 9 кепельных и 21 кепельных стоянок. Те самые столы плацик, о которых говорят в ближайшие прогнозы. Соответственно, вот у себя подробная карта, и составить любой студент со знанием языка, либо его пользующий кукол-переводчик может составить любой автомобильный маршрут, пользуясь этими ресурсами и выбрать себе необходимый день. Поэтому такой портал, я считаю, либо должен быть едином, где будут представлены национально-туристические маршруты, либо, по примеру, соответственно, от романтичной дороги Германии на каждый национально-технический маршрут должен выйти свой хороший информативный портал. Желательно, чтобы все мобильные приложения. У мобильной дороги Германии появилось уже мобильное приложение, которое тоже будет удобно пользоваться. Поэтому эта цель, задача, как сделать это в рамках сотрудничества с Ростуризмом, либо найдем свои какие-то бизнес-проекты, либо возможность добавляться национально-технический маршруты, все области между собой сделают это. Это вопрос всего всем обсуждениям. Ну и, соответственно, выход на профильные выставки, существует, нужно как специалисты знать, что существует лоб из десяти профильных выставок. Это семь выставок России и три выставки весенние. Общий поток таких выставок составляет порядка более миллиона посетителей. Самая крупная карава в самом Ньюссельдорфе выставка в Парме, которая дает там 150-300 тысяч посетителей за 10 дней салона. Соответственно, это не просто семь-десять дней работы на выставки, но каждая выставка, вот здесь в салоне Парма представлена фотография. Я четвергскую модуну на разу не ношу, но в сотни гостиниц в этих домах приезжают на специально организованные методовые стоянки около выставочных бобильонов, и там они проводят все эти семь-десять дней. Хороший драйвер для того, чтобы работать не только 8 часов на выставочном стенде на новом районе, а потом вечером организовывать какие-то, соответственно, промо-акции, рекламные акции именно на этих стоянках и в барах. Это очень отличная площадка для привлечения маршрутов к нашей стране и внимания именно целевой аудитории. Ну и в качестве заключения очень классические выводы всего того, о чём я рассказывал в дни процедуре этих двух дней. Да, я абсолютно уверен, коллегицы не согласятся с автомобильным в ближайшее время действительно единственный для этого развития туризма и в малоисторических городах, и во многих регионах, где и на другое, как отельные транспортные доступности для большинства туристов. Получается такая ситуация, что именно автомобильный в ближайшее время будет хорошим экономичным источником для большинства нотационных регионов, которые особенно находятся в приграничной полосе. То есть большой спрос, почему мы до сих пор пользуемся Псковская область нотационным регионом, и для Нижска, и, соответственно, новгородской среды гражданской области делать из них кольца и запускать уже тысячи туристов. Самый большой шанс. Более Псковская область и хорошие программы перехода, которые с эстонской стороны позволяют удержаться в черепе и проверяют наличию электронного прогресса. С эстонской стороны очень хорошие они для въезда или выезда для иностранцев. То есть в конце въезда Псковского выездки через Лангора и в области могут быть задействованы, там поток уже до двух тысяч. Осталось сделать красивую область и вывести его на профильную выставку, и эти две регионы могут жить спокойно в ближайшие десятки лет. На этом все, готовы ответить на вопросы? Спасибо большое. Спасибо, Андрей Вячеславович. Ну, никаких вопросов сейчас пока нет. Ну так, напоминаю, что всем нашим спикерам, а мы все открыты для общения, можно подойти и пообщаться. для этого, собственно, наш форум и проводится. Ну, а я приглашаю на сцену. Координатная работа с партнерами основной генерической организации для российской возможности конкурса мастера кости Принста «Подекта» и «Александра Принста». Добрый день, коллеги! Я попрошу организаторов вывести из моей бабочки слайд номер один. Меня зовут Илья Материев, как мне уже представили. И я пришла вам рассказать о конкурсе мастера кости Принста, второй сезон которого стартовал 17 ноября. Но прежде чем рассказывать вам о конкурсе и показывать что-то для него, я хочу пригласить сюда Михаила Шишова, потому что у нас, у мастеров гостеприимства, есть настоящая традиция поздравлять своим друзей и коллег с днем рождения! Михаил, ждем вас на сцене! Спасибо! Мы работаем на одном самом деле, как мы делаем Радимовской Ассоциации Кулинар и Анна Жукова, президент Владимирской Ассоциации Кулинар просил передать вам Михаил пирог, который называется «Правый этот тур». Спасибо! Мы поздравляем тебя с днем рождения! Здоровья и счастья! С Новым годом! Спасибо большое! Спасибо большое! И вы видите наш QR-код, пожалуйста, наведите свои телефоны и записывайтесь на наш конкурс. Много говорений не путают, в вашем роли поставить просто более, чтобы вы понимали, что такое мастеров гостеприимства. Первый сезон мастеров гостеприимства стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было было 20 935 заявок. Региональные отборочные полуфиналы прошли в 9 регионах России. Самые сильные, самые талантливые, самые способные. Это было эмоционально. Это было здорово. Это действительно площадка для одной идеи. Здесь отличная лаборатория для того, чтобы проверить, где их достойно там были. Целью конкурса стало раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа в российских сферах туризма. Это настоящая возможность реализации собственных идей, собственных задумок. Внутренний крыж в нашей стране будет развиваться синиминные шаги, которые просто невероятные, просто зашкаливают. 62 победителя из 25 регионов России получили наставники именитых рестораторов, артельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Выиграли образовательные сертификаты, получили приглашение на стажировки и работу. Ведущие туристические компании и организации выиграли гранты на реализацию своих проектов. Эмоции и страсти, и уникальные выражения не нагурашивают по-разному это возможность пообщаться с людьми, которые вглубленные собственную страну. Конечно, это возможность поверить в себя, в свежую руку. и в свежую руку. Конкурс мастера гостеприимства – совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Кроме знаний и компетенций участников, на мастерах гостеприимства оцениваются авторские проекты в свете туризма. Трудно, но очень интересно. Это было круто. Это было непросто. Новые связи, новые друзья, новая поддержка. Возможность просто пообщаться, подниматься какими-то впечатлениями – это очень многое изгодно. Действительно, развести от страны возможностей, и я приглашаю вас с вашими проектами заинвестироваться сейчас на сайте, пройти прожарку своего проекта, получить гранты и получить, знаете, этот знамик мастера гостеприимства, потому что вы, наши любимые караванеры, автопутешественники, сами можете создавать свои продукты. Ваши фестивали, которые вы организовываете, это, знаете, любой регион борется за то, чтобы вы туда приехали и провели какое-то замечательное свое мероприятие. Поэтому, коллеги, приглашаю участвовать, регистрируйтесь. И хочу поблагодарить Российский государственный университет туризма и сервиса, которые в качестве работы, наставничества позволяют нам и нашим участникам получать профильное образование. Также хочу поблагодарить Ростуризм. Второй сезон будет проходить при поддержке Ростуризма, Росмолодежи, Росконгресса. И Россия здравоосможности приглашает вас стать участником. Спасибо большое, Миша. На уважение. Спасибо большое, Евгений Александров. На самом деле, я во время вашего выступления уже успел перейти в QR-код и изучить портфель участников. Действительно. Я думаю, что очень интересная система. И все эти темы, я знаю, что здесь присутствуют и владельцы электрикосов, те люди, которые вполне могут, которые уже являются мастерами, скажем так, и степень, то просто можно быть непризнанными. Я думаю, что обязательно во всем в этом надо участвовать, потому что это отличная, отличная возможность. Ну, а мы перемещаемся дальше. Сейчас мы надеемся, что к нам присоединиться представитель председательского комитета по туризму Республика Катарстана Иван Сергей Евгеньевич. Его отказывают по национальному тур-маршруте. Здравствуйте. Меня зовут Иван Сергей. Я работаю представителем государственного комитета Республики Катарстана и туризм. Очень рад приветствовать вас всех. К сожалению, не смогу лично присутствовать вследствие наших внутренних совещаний в Республике Катарстан. Но тем не менее, тема для нас очень важная, очень обладает, очень интересная. Конечно, на конкурсе, наверное, начать открыть этого пути. Но тем не менее, уже определенные действия для правителей. И сегодня я бы хотел вам консентовать проект, неожиданальный проект, туристический маршрут, большой, глобальный, который с нашим точкой зрения будет интересен для развития автомобильного туризма, для развития парамагии, который собрал в себе самое интересное, что есть на среднем окне тех регионов, где исторически прохотели «Большие культурные и арковые пути». Сейчас я запущу презентацию экрана. Проект называется «Великой Новоский путь». Что на себя поставят? Традиционно, мы знаем, что Тавар с востоком на запад передвигались по Великому шелковому пути. Так вот, южное, точнее северное объявление «Беликого шелкового пути» называлось «Беликой Новоский пути». Он проходил по реке Волота 1, и проходили через все регионы, которые сейчас находятся на Среднем углу. И именно здесь сохранилось большое количество городов, древних городов, которые находились в Волшком пути. Это были центры Карпупле, это были центры кооперации, и большое количество народностей и местных мест, которые находятся на территории. На сегодняшний день проект «Великой Новоский путь» объединяет 14 регионов Волшого федерального округа. Это такие, как Тавстан, Нижегородство, Волгоградский край, Башкирия, Минкурск, Олгоградский, и многие другие. Конечно, в чем особенность нашего проекта, то, что у нас объединены несколько национальных уникальных республик, каждый из которых имеет свою повторимую традиционную культуру. И такие места, как Кырганская игрушка, всем известная, Нароковская, Пировская область. Это скады Нижегородских приемов, который сохранился и достарается будет очень интересный объект осмотра. Это, конечно же, Самарская область, Национальный парк Самарской лукана. Это, конечно, Людмилевский край, и всемирно известная Угурская ледяная пещера. Это и республика Мария Лев, город Бешкава, который изменился сезонем за вами за последние 10 лет. Вы видите, это центр Бешкава и, конечно, повторимая Кудминфок. Ну и, конечно, Республика Тахарстан, город Казань, город, который тысяч лет, и крем, ведающийся объектом ЮНЕСКО. Угуртская республика сегодня повторимая литической компонентной и всем известные урановские порожения находятся в Кунде, может, и гости по поводу Мурской кунде. Ну и, конечно, Республики Чуаширы, Республика Тахарстан, в общем, многие-многие регионы, которые собраны здесь, в Пашкирии и Астапин. Конечно, что путешественники смотрят во время путешествия и перемещения по великому островному пути, это, безусловно, кроме культурной традиции, кроме песен, кроме костюмов, это и одноотказываемые сетки, где эти народы они уже сильно отличаются друг от друга. Где-то это упор на рыбочку, где-то это упор на рыбу, где-то это упор на мясо, и есть и негативные блюда, которые нигде нельзя больше попробовать, кроме как на территории Приложьего и наших регионов. Вы видите здесь знаменитые рыбные продукции в Волгодале, это кистеры, и сетры, и волшебный судак, все это собрано здесь. Что сейчас у нас есть? У нас прекрасная логистическая связь между регионами, на территории Приложьего и на территории маршрута и на территории международной аэропорты, и проходят две федеральные автомобильные трассы, которые в сегодняшний день находятся в прекрасном состоянии и связывают нашу региону, наш проект с городом Москвы, поэтому путешествие из Москвы и центральной России по этому проекту и по этому маршруту будет максимально находит. Можно заехать в нашу региону по федеральную трассу РС-7, она спешит вернуться по трассе РС-5 обратно в Москву. Что на сегодняшний день у нас же сделано, мы в 2016 году начали разработку этого маршрута на сегодняшний день уже есть конкретные определенные определенные туристические объекты, которые проходят маршруты, определенные принимающие операции, которые на месте могут организовать, инструкционное обслуживание, и могут показать массовые классы, и могут рассказать всю историю культуры, и также собраны по этой программе интерактивные представления, где обсудят самую ценную и самую интересную встречу в этих регионах. И в этом году благодаря помощи федеральному министику туризму выслужили федеральный уровень реализации этого проекта и подписали соглашение с федеральными министами туризму и структурами о пробежении маршрута уже на платформе компания для российских туристов. Следующий этап у нас понадобятся выводы уже на международные туристические рынки. Ну вот, для примера, я могу сказать, о миссии частных усложенных маршрутов, например, Республика